Здравствуйте! Я Питер Цукахира. И на этом занятии мы с вами рассмотрим вопрос, какова библейская значимость Израиля. В эти последние времена Бог намерен восстановить библейское пророчество миру. Под библейскими пророчествами мы понимаем то, что Бог говорит нечто на страницах Писания, а потом мы видим воплощение именно этих событий в нашей истории. Один из величайших примеров такого рода библейских фундаментальных пророчеств, конечно, это пришествие Ешо. Когда Ешо пришел на эту землю, это было нечто, предсказанное многократно библейскими пророчествами. Тут мы видим совпадение того, что утверждает Бог в Писании и Его действиям в истории. Но людям, наблюдающим за совершением этих событий, необходимо откровение для того, чтобы оценить его должным образом. Также это справедливо и к нашему времени. Бог невероятным образом произвел изменения в мире, дабы вернуть еврейский народ в землю, которую Он обещал их отцам. Он совершил это в наше время. Эти события были в наших новостях, на полосах наших газет, экранах телевизоров. Вот уже на протяжении последних 70 лет мы можем виртуально наблюдать за этим. И вот теперь мы видим, как это открывается прямо перед нашими глазами. И это совпадает со словами Бога в Писании, что Он делает именно эти вещи. Нам необходимо откровение для того, чтобы мы могли оценить эти пророческие события. Давайте взглянем на одно место Писания, которое вполне ясно описывает, что Бог намерен делать с народом Израиля. Пожалуйста, откройте со мной книгу пророка Иезекииля, глава 36, и начнем читать с 22 стиха. «Поэтому, скажи дому Израиля, так говорит Владыка Господь, не ради вас, Дом Израиля, сделаю я это, а ради моего святого имени, которое вы обесславили среди народов, к которым вы пришли. Я покажу святость моего великого имени, которое было обесславлено среди народов, имени, которое вы обесславили у них. И народы узнают, что Я Господь, возвещает Владыка Господь, когда Я через вас покажу свою святость у них на глазах». Итак, в этих двух коротких стихах Бог говорит о целом ряде различных вещей. В первую очередь Он обращается напрямую к народу Израиля и говорит им, «Будь готов, я намереваюсь сделать с тобой нечто такое, что увидят все народы мира». Но для начала, Израиль, я хотел бы, чтобы ты понял, я это делаю в основном не ради тебя. Это не потому, что ты лучше остальных народов мира. Нет, ты не лучше их. Это произойдет не за какие-либо особые заслуги. Это не проявление некоего божественного фаворитизма. И также не потому, что ты заслужил это. Скорее всего, в этих стихах Бог говорит, «То, что Я собираюсь сделать для тебя, Израиль, на самом деле, ради великого имени Моего, Моей личности, Моего характера, Моей репутации. И когда Я сделаю эти вещи для тебя, Израиль, большую пользу от этих Моих действий, как раз-таки получат другие народы мира». В наших еврейских писаниях мы встречаем лишь одно слово – «гаим», которое переводится в некоторых местах как «народы», в других – как «язычники». На самом деле, это одно и то же слово, которое переведено по-разному в зависимости от прихоти переводчиков. В 23 стихе Бог ясно говорит, «Я намереваюсь сделать это с вами, Израиль, и тогда все народы узнают, что Я Господь, когда сделаю эти святые деяния среди вас». Теперь, если вы относитесь к народу Израиля, и Бог сказал такие вещи вам, думаю, будет справедливо его спросить, что же это за великие вещи, которые ты намерен совершить, но которые в первую очередь не для нас. Это должно быть о том, кто ты, и когда ты совершишь эти дела среди нас, народы мира убедятся, что ты есть Господь Бог. Что же такое ты намерен совершить? Думаю, если бы мы задали этот вопрос, Бог бы улыбнулся на этот счет и сказал, хороший вопрос, потому что его ответы уже в следующем стихе. Давайте откроем 24 стих. Вот что Бог говорит, Он намерен сделать. «Я выведу вас из народов, соберу из всех стран и приведу в вашу землю». Эта фраза написана предельно ясно и в английском переводе, и на любом другом языке, что надо быть, ну уж, очень великим богословом, чтобы понять ее неверно. На самом деле, только эксперты по Писаниям могут каким-то образом так вывернуть руки этому маленькому стиху, чтобы он начал говорить то, о чем на самом деле он не говорит. Остальным же из нас остается придерживаться простого значения слов. Бог сказал, «Вот что я собираюсь сделать, Израиль, я намерен собрать тебя из всех других народов». Бог использует в этом стихе дважды множественное число. Так что речь не идет о вавилонском пленении, где был народ лишь один раз в ограниченный отрезок времени. Тут же вполне ясно сказано всех народов. «Я выведу вас из народов, соберу из всех стран и приведу в вашу землю». И исходя из контекста этих стихов, очевидно, что Бог замышляет такое, что произведет действие в мировом масштабе. Поразительная вещь в этих стихах из Библии еще и в том, что их говорит Бог через пророка из Икеиля тысячи лет назад. Но Бог избирает наше время для их воплощения в жизнь. Наше поколение становится свидетелем этих величайших событий возвращения еврейского народа со всех других континентов мира, восстановления нации, которая была утеряна нацией, которая во многих смыслах была мертва на протяжении двух тысяч лет. Бог говорит к миру через эти события. Он возвращает миру правду о себе, которую Он хотел бы, чтобы услышали все народы. Что же говорит Бог через эти события? Я думаю, целый спектр разных вещей, но среди них есть некоторые очень простые и очень сильные и очень ясные от Бога. Он говорит следующее. «Я верный Бог. Бог, хранящий свой завет. Я Бог, который, если обещал кому-либо, неважно, через три года, двадцать лет, двести лет или две тысячи лет, но никогда, никогда, никогда я не нарушу Мое Слово». Ешуа сказал, «Небеса и земля пройдут, Мое Слово не пройдет никогда». Возможно, Он тут перефразировал слова великого пророка Исаии, который сказал, «Трава засыхает, свет увядает, а Слово Божие пребудет вечно». Бог говорит, «Мое имя было оскоренено среди народов, когда Израиль был рассеян. Люди подумали, что я нарушаю обещания, но я явлю могущество свое в ваши дни, чтобы явить миру свою верность». Почему это так важно для христиан? Хорошо. Давайте на минутку задумаемся. Что, собственно, делает нас христианами? Нас делает христианами тот факт, что мы находимся в завете с тем же самым Богом. И когда мы сидим в наших общинах, когда мы на наших собраниях преломляем маленький кусочек хлеба и принимаем от чаши вечерю Господню, что мы делаем? Конечно, мы вспоминаем Ешо, благодарим Его за все, что Он сделал для нас, но на деле мы обновляем завет, который мы заключили с Богом благодаря тому, что сделал Ешо. В результате того, что Его тело было ломимо, а кровь Его была жертвенно пролита за нас. Наши грехи были покрыты так, что мы получили возможность предстать в отношениях завета со святым Богом. Теперь, если мы люди завета и состоим в таковых взаимоотношениях с Богом, если мы доверяем Ему в вопросах нашего спасения, благополучия во всем в наших жизнях, будут ли у нас доказательства того, что Он сдержит Свои обещания нам. Как христиане в завете, заключенном с Богом, у нас есть обетование, великие и драгоценные обещания. К примеру, Новый Завет говорит нам, «Если устами твоими будешь исповедовать Ешо Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Также Он говорит, что «если мы грешим и исповедуем грехи наши, Он, будучи верным и праведным, простит нам их». Эти невероятные обещания являются неотъемлемой частью нашего завета с Богом. Где же доказательства того, что Бог сдержит Свои обещания нам? Как мы можем доказать, что тот Бог, которому вы доверились во всем, является Богом верным Своим обещаниям? Вот сегодня у нас есть доказательства. Еврейский народ снова в Своей земле. Бог демонстрирует всему миру то, что Он держит Свои обещания. Христиане на протяжении многих веков, а некоторые поныне, верят, что Бог разорвал Свой Завет с Израилем. Это то, что мы, в общем, называем теорией замещения. То, что еврейский народ был таким плохим, то есть, конечно, мы знали, что у них были взаимоотношения и завет с Богом. И да, мы знаем, что Бог дал обетование и сказал, что они нерушимы, но они были столь непослушны Богу, они были столь упрямы и жестоковыны, они впали бы до опоклонничества, и они отвергли Божьего Сына. Многие христиане сказали бы на этот счет, что Бог, конечно же, был вправе после всего этого признать Свою часть Завета исчерпанной и освободить себя от Него, начав заново с нами. Вот так Он и сделал, на их взгляд. Что не так с этой картиной? Да, в общем-то, много проблем возникает. Неужели мы настолько лучшие евреев? Можем ли мы, христиане, утверждать, что в Своем исполнении Нашего Завета мы настолько превосходим их исполнение Старого Завета, что уверенно говорим, Бог совершенно праведен в нарушении Его обетований к ним, но вот обетование к нам Он никогда не нарушит. Так что вы видите, Израиль — это доказательство Божьей верности. Это обеспечивает фундамент для библейских пророчеств в наши дни и основание для нашей веры как христиан. Это библейская значимость Израиля для каждого христианина. Давайте подведем итоги. Бог в это последнее время намерен восстановить истину о Его Царстве для этой земли. Один из Его путей восстановления — восстановление нашего понимания истинности библейских пророчеств. Пророчество — это когда Бог говорит Слово в Писании и затем производит действие в реальной истории. Но когда все это выстраивается в линию и происходит совпадение, нам еще необходимо откровение для того, чтобы распознать и оценить происходящее. Бог в наше время могущественно действует в том, чтобы вернуть еврейский народ в ту землю, которую Он пообещал им в Библии. На сегодняшний день это уже исторический факт. Итак, нам нужно откровение для признания этого. Это жизненно важная информация для каждого христианина, потому что это свидетельствует о Божьей верности Его обетованиям для всего мира.